Музыка Грядет плановая проверка и ремонт теплосетей, а значит скоро большая часть из нас вспомнит, каково это остаться без горячей воды и шансов на теплую ванну. Кто-то обычно мирится и адаптируется, кто-то находит альтернативные способы помыться. Мы решили узнать у сыровчан, какие у них есть лайфхаки на время отключения горячей воды. Несколько лет я, в общем-то тому назад, я купила и повесила бойлер. И сейчас у меня никаких даже проблем нет. Залейся горячей водой. Ну не то, что как бы залейся, но в общем-то посуду помыть и принять душ я могу. Водонагревателем. Я живу одна, мне много не надо. Так что мне вполне кастрюли достаточно. Я ее сам буду отключать, я там работаю. Будем делать горячую воду, испытания проводить, набивать сальники за этот период, подготавливаясь к топительному сезону. У меня не бывает в это время в городе. В деревню уезжаю. Я уезжаю за поделы города на дачу, а там у меня есть специальный обогреватель. Как обычно, грею на газовой плите. Ну у меня в ТИЗе у дочери, ну своя газовая, бойлер, без проблем, если надо. А по мелочи, когда нагреть кастрюлю, электрический чайник, тоже никакой проблемы. Да, элементарно. Вот он. А что особенного-то? Взял, поставил ведро на балкон, на лоджию, нагрелось, сполоснулось вечером. Отлично. Тут включает меня сын, типа бойлера, нагревается вода и нормально. Мы уезжаем в это время в лагерь, да, работаем в лагерь. Там вода есть горячая всегда. Я без проблем неприхотливый и холодной водой ополоснулась. Я люблю холодную воду. Я хожу в бассейн, во-первых, на третий завод и принимаю холодный душ. Конечно, стресс он немножко, но жить можно. Как все, справляемся, греем, моемся, умываемся, все делаем. Греем. Греете на плите просто? А бойлер не планируете ставить? Нет. Да хватает это. Да, не знаю, греем и все. Ну, грею в бойлере. Когда тепло, то еще более-менее. На городе там окупнюсь. Ну, грею, конечно, чтобы обмыться в шару. Справляюсь, греем в кастрюльках, в чайниках. С помощью водонагревателя справляюсь, да. Как показал опрос, саровчане учитывают ежегодное отключение горячей воды и приобретают водонагревательные приборы. Некоторые предпочитают провести этот период на даче, а кто-то по старинке нагревают воду в чайниках и кастрюлях. Продолжение следует...